Короче, совсем не смешно получилось, мы опоздали на поезд. Скажите пароль. Куда ты летишь, признавайся. Можно лететь? Да. В Италию. Да. Мы летим в Италию на пару денечков, да? Ну что ты играешь пока в пути? В слайм. Что? В слайм? Да. Обалдеть, есть на площаде слайм? Да. Друзья, да, в общем, мы летим в Италию, будем холмбаситься и покажем вам наш перелет. Как мы прилетим, попробуем вам рум-тур показать. Рум-тур бум показывать. Дивись. Вот так ты и там. Если честно, друзья, мы сами уже соскучились по влогам. И очень хочется поснимать. Что это? Это что, слайм такой? Николь делает слайм осенний с листьями. Николь, покажи, как приложение называется. Что значит? Николь бредит в последнее время слаймами. Убудрилась себе даже супер слайм-симулятор. Даже умудрилась себе приложение со слайм-скочать. Ева у нас как юла маленькая. На одном месте не может сидеть. Мы купили гуррито. Куча еды. Да, и кормим теперь Ева гуррито. Смотрите, как она его кушает. Не надо ничего писать в комментариях. Просто чуть-чуть. Ей нравится. Ей лучше поедать буррито. Поедатель буррито маленький. Ням-ням. Ставьте минус, чтобы хоть когда-нибудь пробовала буррито. Я не разу допустила. Нет, я пробовала. Да, я в Мондонцу пробовала. А, да-да-да. Вон тебе ее. Это была буррито, да. Садимся. Ура! Мы сели. Ты кита пытаешься съесть? Все, мы уже вырулились из самолета. Мы прилетели сейчас в аэропорт Рима. Он очень огромный. И сейчас... Да, нам нужно быстрее. Давайте. Мы сейчас забираем багаж срочно. И дальше мы едем на поезде. Пересаживаемся на поезд. Причем у нас времени не так много. Мама решила идти пешочком. А мы едем все. Поехали, поехали, Алиска. Побежали, быстрее. Быстрее. Эй. Быстрее, бежим. Семейство. Бежим. Давайте, давайте. Теперь быстро надо забрать багаж. И бежать. А вот и наш чемоданчик. Опля. Есть. Смотри, какой у нас яркий чемоданчик цветной. Ни с чем не перепутаешь. Вот этот вот. Вот этот вот. Вот мы забрали багаж. Вот этот вот дядя говорит. Быстрее снимай, быстрее снимай. Мы опаздываем. Вот смотри, водка вот снимай, быстрее. Какой-то человек прицепился. Макака. Не спрашивайся, что происходит. Сумасшествие происходит. Теперь ждем родителей, потому что мы не знаем, куда идти. Туда или там написано трейнг? Вот она, наша любимая Италия. Сейчас покажу вам, какие прикольные здесь электрички. Это еще не поезд, это электричка между аэропортом и разными станциями. Смотри, какие седушечки хорошие. Пахнет, куда вкусненько в нем. Ну что, Николь, вот она Италия, с которой все начиналось. Твои влоги. Помнишь, как ты всякие игрушки распаковывала? Да, пока это не позорит. Что? А что, первые видосы с Алисой там? Алиса, ты мне не подруга. А что, с этого все начиналось? Классно было. Короче, совсем не смешно получилось. Мы опоздали на поезд. Опоздали, и теперь мы не можем доехать во Флоренцию, потому что это был фактически последний поезд. И нам придется теперь или ехать на поезде, который вместо полутора часов должен будет идти 4,5 часа. И такой там сидячий поезд, что с Евой вообще нереально просто. Или оставаться здесь в Риме, ночевать и уже утром выезжать во Флоренцию. Алиса, ты рада? Очень. Что, друзья, наши приключения продолжаются. Короче, мы сели на следующий поезд. Да, для смешно опоздали. Такое приключение было. Билетов в кассе не оказалось. Нам сказали, идите, просите. Может вас просить. Спрашивайте. Да, и нам повезло, тут была свободная купе. Ну что, доброе утро. Ева, Аня. Алиска с тобой взяла 4 игрушки. Такие игрушечки с тобой. Это моя? Доброе утро, Николь. Доброе утро. Бабушка, привет. Так, кто нашу бабушку еще не видел, вот наша бабушка. Красивая итальянская бабушка наша. Друзья, что вчера было, а? Все, мы уже доехали. Мы добрались уже до нашей квартиры во Флоренции. И это вчера было вообще просто жесть. Из Испании, из Малаги, где мы находимся, не летает сюда во Флоренцию прямой самолет. И мы решили, чтобы не лететь двумя самолетами, не делать два перелета, взлеты, посадки, взлеты, посадки, мы решили лететь один раз и потом доехать сюда на поезде. Но что-то пошло не так. И мы опоздали реально на пять минут. Вы можете себе представить, всего на пять минут опоздали, да? И все, и начались веселые приключения. Что у нас дальше было? Какие-то... Помнишь. Ты помнишь, как у нас хотели кошелек украсть? Помню. Такие там... И вот плохие. Плохие, да, такие... Маму попу. Воровки хотели украсть кошелек у нас, представляете? А что они сделали? Да, наша мама пришла, на них наорала, а потом наша мама увидела, как они хотели обмануть другого там дядечку, да, который хотел билеты купить. Они хотели его обмануть. Она выбежала, начала на них орать, сказала, что сейчас вызовет полицию. И они быстро убежали. Вот такая вот у нас мама. Герой. Рум-тур покажем. Наша бабушка Леди Баг. Флорентийская Леди Баг. Тут, слушайте, такая прикольная квартира во Флоренции. Так, вот это вот кухонька. Бабушка нам закупила всяких вкусняшек, пока мы ехали. Так, тут столовая. Вот здесь наверх идет... Вот там, там прачка всякая такая. Ева все выбрасывает из сумок. О, так, пампер свой достала. Так, это у нас здесь общая комната, большой телевизор. Прикольно, смотрите, здесь вот такая пирамидка из подушек есть. Если эти подушки каждую вот отдельно брать, то на них можно сидеть. То есть, если большое количество гостей к вам пришло, то эту пирамидку можно разобрать и садиться на подушке. Картины тут такие симпатичные у нас. И эта квартира, она чем необычная, она вытянута вверх. Она трехэтажная. Трехэтажная квартира. Я вообще первый раз, если честно, вижу трехэтажную квартиру. Так, тут у нас, да, спала бабушка. Так, еще одна лесенка, поднимаемся наверх. Видите, тут все как прикольно. Камни. Смотри, вот тут можно играть. Вот тут уголок, кстати, да, тут вот. Ну да, вот здесь, да. Кто-нибудь прошел. И все. Здесь, кстати, прикольно так, смотрите, какие потолки. Деревянные. Вот в итальянских домах вот такие вот деревянные потолки. У нас прям ностальгия по Италии. Так, пошли. Здесь какая-то... Это что-то, да, это колонка тут стоит. Так. Наша комната. Давай. Не обращай внимания, здесь тут дом, как всегда. Вам же мой слайм. Так, да, слаймы накупила. Да. Отлично. Да, лесу, как я поняла. Так, у вас из окна что-нибудь видно хоть? Да, вот смотрите, тут получается вот такие вот крыши везде во Флоренции. То есть нельзя строить другие. То есть вся архитектура должна быть обязательно с такими красными крышами. Наверное, чтобы с самолета все было красненькое. Тут у нас большая раковина и джакузи. Джакузи, вот здесь вот вчера шел дождь и прямо на джакузи капало сверху. Представь, вот так ты купаешься, у тебя бам-бам-бам. Бам-бам. Окно еще открыть вообще классно. Да, вот прикольно. Такой душик двойной, да? И там комната родительную вряд ли будет. Да, вот там комната, но мы позже покажем. Там есть выход на улицу с нашей комнаты. Что, правда? Да. Что, каминчик у нас тут есть? Емуся. А, емуся. Вообще, итальянцев обожаю за красоту, которую они создают. Вообще, такие молодцы. У них все очень красиво. Витрины мы сегодня вам покажем. Погуляем сегодня с камерой, поснимаем влог. Николь ходит и пританцовывает. Давай покажем вид с окна, какой у нас. Смотрите, как выглядят итальянские домишки. Все время со ставнями. Вот такие они их постоянно закрывают. Сидят там в темноте. Узенькие такие. И мы живем в очень легендарном месте. Это во Флоренции. Прямо рядом я вам сейчас покажу. Видите? Вот, смотрите. Руссия Ференция. Это русский магазин, в котором можно купить всякие товары из России, из Белоруссии, из Украины. В общем, из русскоязычных стран. Для тех, кто соскучился по домашним вкусняшкам разным, можно туда зайти, в общем, прикупить себе какую-нибудь штуку. Мама мне перед приездом купила там таранку. К нам пришел наш итальянский дедушка. Чао, Раймондо. Развлекается вместе с Алисой. Я его учу, два плюс два, там вот это учу. А, да? Он ошибился один раз, а Тэн выиграл, потому что он выигрывает Тэна. А, отлично. Алиска поет Еву с бутылочки. Минуту милоты. Нем, нем, нем. Алиска, ты такая смешная. Алиска, ты такая смешная. Мы один раз здесь гуляли. Смотрите, какие здесь красивые домища стоят. И вот там огромная, нереальная очередь людей, которые хотят туда зайти. Очень долго ждать. Мы этого не хотим. Мы идем тусить. Красивые такие улочки тут. Вообще, мы так сильно скучали по Флоренции. Прям здесь очень круто. И мы как вспоминаем, представьте, вот отсюда начинались все наши влоги. Отсюда начинались наши ютуб-каналы. Мы приезжали сюда, снимали здесь, покупали всякие игрушки. Мы даже сейчас будем проходить магазин Дисней. И мы помним, как мы в него заходили. Тогда еще денег было у нас вообще очень мало. Мы такие, так, вот эту игрушку купим. А вот эту, может быть, в следующий раз. На всякие распаковки, чтобы вам показывать. Николь, ты помнишь, как мы распаковывали игрушки из Диснея? Из магазина. Там всякие принцессы были. Такие штуки. А вот он и магазин Дисней. У нас тут несколько влогов было. Здесь движняк. Вы только посмотрите, сколько людей. И так здесь все время. Огромное мороженое. Смотрите, это водопад из шоколада. Смотрите, это течет по стенкам в шоколад. Обалдеть. А Ева такая, а Флоренция, не Флоренция, мне вообще все равно. Еду себе, меня все время катают, мне хорошо. Взяли для Николь штаны на 9-10 лет. А оказалось, что ей нужно брать на 11-12. 12-13. Выросла наша малышка. Это штаники модные будут у тебя. Кстати, очень прикольно, ребята. Микки Маусу 90 лет. И сейчас Дисней вместе с Микки Маусом взаимодействует с огромным количеством магазинов разных. И куча магазинов снимают совместные коллекции. Видите, Кальцедония тоже выпустила джинсы с Микки Маусом. Но мы такие брать не будем. Николь говорит, я уже большая, отстанет меня с этими детскими вещами. Я хочу что-то взрослое, классное. Зрители наших каналов, особенно канала Николь, который вы сейчас смотрите, уже тоже выросли вместе с нами, вместе с Николь. Вы уже такие все большие, в шоке. Сколько же времени уже прошло, как будто мы с вами по жизни уже вместе. Кстати, кто присоединился к нам недавно, подписывайтесь на канал прямо сейчас. У нас очень интересно. Вау, крутые штанишки какие у тебя. Ты похожа на леди-кошку, как супергерои-то, леди-кэт. Слушай, они штанишки. Супер-кошку. Супер-кошку. А, вот, и на супер-кошку похоже. Так, мама говорит, давайте на секунду зайдем в бенетон. Но у нас на секунду никогда не получается. Я говорю, эта секунда превратится в 2 часа. Да. Не снимай носки ты, маленький опоссум. Залатом-то, что скинула ботинки, сейчас носки пытается снять. И заколку сняла. Ты зачем сняла заколку? Нагостились у бабушек, у дедушек. Вон, Николь, бежит. Давай, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все валяются. Мы, короче, сейчас едем на поезде из Флоренции в Рим, пересаживаемся на самолет и летим домой. Да? Я вам наконец-то успокоилась. Балбал. Во всеми могу. Все, ребят, мы в аэропорту. И уже скоро взлетаем. Решили сейчас немножко пошопиться, пройтись по магазинам, посмотреть, что здесь есть. Да, у нас час до вылета. Короче, девочки оторвались до дьюти-фри. Давайте, быстрее, все, хватаем, берем. Вот за этим проследите за маленьким, смотрите. Так, быстрее схватить. Тащить что угодно, что-нибудь. Нужно быстро схватить и забрать. Так, сплачу вот это красненькое себе возьму. Пожалуй. Что это? Патчи по итальянски поцелуйчики. Такие маленькие конфеты. Это очень вкусно. О-о-о-о. Нет. Что-то одно. На грибла сладкого стока. Так, мама ограничивает. Что-то одно сладенькое выбери и все. Так, мы набираем всякие, короче, итальянские продукты. С собой повезем. Мама, ну покажи, что ты там набрала. Ну, вкусняшки уже. Так, сырок, сырок, сырок. Шоколадки, кстати, которых у нас нигде нет. Вот мы взяли тоже, смотрите. Вот такие. С макарунами шоколадки. Разрешили тук-тук взять вкуснока. Смотрите, тут даже продается киндера Леди Баг. Быстрее, пока что... Быстрее, все, берем. Берем две штуки для тебя и для Николь. Алиса выпросила два супер-киндера. Николь еще один. Мы взяли два. Опля. Алиса, твое лицо. Не только один же киндер. Алиса, покажи, что в киндере. Там с реальными волосами оно? Их там можно расчесывать. Обалдеть. Продолжение следует...